Приветствую вас. Да, фактор, безусловно, психологический, скорее всего, если вы говорите о том, что сами вы здоровы и как бы с вашим мужчиной тоже все в порядке, значит какой-то внутренний блок не позволяет вам забеременеть. И поскольку этот блок олицетворяет все злы, то, соответственно, можно говорить о том, что проблема, по большому счету, именно в вас. То есть, ваше подсознание блокирует процесс зачатия ребенка по той причине, что вы считаете данное действие как-либо угрожающее вам. Либо несущий негатив для самого ребенка по какой-то причине, опять-таки по причине, которая известна только вам. А заскучно в вашей жизни вместе с мужем присутствуют некие негативные факторы, которые не позволяют вам, условно говоря, достаточно расслабиться, достаточно отключить сознание, отключить мыслительный процесс и полностью отдаться тому, что вы делаете с вашим мужем. Понимаете, у женщины не получается вращать ребенка тогда и только тогда, когда она внутренне напряжена, и это напряжение не позволяет сделать то, что она хочет. В данном случае, это внутреннее напряжение не позволяет сделать то, что хотите вы с мужем. И, соответственно, вам нужно проанализировать все-все-все обстоятельства вашей жизни, которые у вас происходили или происходят на данный момент, чтобы понять, какие именно условия, какие именно мысли блокируют у вас наступление расслабления и не позволяют вас все целом отдаться своему мужу. Что заставляет вас сомневаться в том, что ребенок принесет вам счастье? Быть может, вы не уверены в самом своем мужчине. Быть может, вы напротив неуверен в тех обстоятельствах, которых вы сейчас находитесь. Быть может, вы не уверены в будущем. Или, быть может, вы не уверены в себе. Понимаете, вот эти основные направления, которые вам нужно самостоятельно или с помощью психолога разобрать и проанализировать. И если вы проанализируете условия и обстоятельства вашей жизни, как вашей личной, так и вашей совместной с мужем, то вы сможете отыскать эти моменты, которые как раз таки не позволяют вам делать то, что вы хотите, и отыскав эти моменты, вы сможете с ними что-то сделать. Вы сможете их убрать, вы сможете их развенчать. Например, если это какой-то страх, то страх можно перевести в рациональную плоскость из мистической. Если это какие-то обиды на мужа или на кого-то, или что-то еще, то обиды, соответственно, можно отпустить. Если это неуверенность, сомнение в себе, то с этим также можно сделать что-то, дабы это не причиняло вам дискомфорт. Если в отношениях с мужем есть какие-то, на ваш взгляд, важные моменты, разногласий, ссор и так далее, то тогда можно отношения с мужем гармонизировать. И тогда, то есть, по сути, на каждую проблему есть свое решение. Но главное, чтобы вы или самостоятельно, или вместе с психологом, во-первых, отсеяли все лишние проблемы, то есть те, которые вас стопроцентно не касаются. И работали только в том направлении, которое вызывает у вас сомнения. Ну и по, так сказать, окончанию работы, вы будете иметь четкое понимание того, что вам мешает, и как это то, что мешает, можно убрать. Как это то, что мешает, можно оккупировать и нейтрализовать. И вот, понимаете, не нужно думать здесь, что мы, психологи, дадим вам какой-то волшебный метод, который разом решит все ваши проблемы и поможет вам достичь своей цели. Понимаете, очень может быть, что и ваш мужчина делает что-то, что вам не нравится, что-то, что вы даже умом, сознанием принимаете в нем, а вот под сознанием вы отрицаете. И тогда вашему мужчине также нужно будет обратиться к психологу, может быть, сперва одному, потом, скорее всего, вместе с вами. Чтобы в работе, в совместной работе гармонизировать ваши отношения, привести их к более, может быть, общему знаменателю системы есть сейчас. И тогда, я думаю, у вас все будет в порядке. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!